Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Команда телеканала Бабруиск-Лайф. И никаких отклонений Господь не допускал. Пропаганда традиционных семейных ценностей, как считаете, дело государственной важности? Великолепно, что это прописано в Конституции. Жизнь человека начинается не с момента рождения, а с момента его зачатия. Все верно. Когда я шла на аборт, я думала, что я не справлюсь. Из любой ситуации всегда есть выход. Почему женщины идут на такое, переживают, что не смогут обеспечить ребенка? Товарищи, это будет сейчас звучать как-то, наверное, даже смешно. Нам нужно поднимать рождаемость. Ведь это на самом деле очень важно. Теографическая безопасность. Да. Мы делаем такое общее дело, большое, которое спасает на самом деле и жизнь детей, и жизнь семей. Дети, они на нас смотрят как зеркало. Что самое главное? Проявление родительской любви. Мы прикладываем все усилия, чтобы это были действительно патриоты. Отец Алексей, здравствуйте. Буквально накануне в Беларуси завершилась неделя родительской любви. А каких лично вы принципов придерживаетесь воспитания детей? Я знаю, что у вас их трое. Что самое главное? Самое главное в воспитании детей, наверное, это проявление родительской любви по отношению к детям. И если мы хотим воспитать хороших детей, чтобы они были достойны нашей с вами сменой, то в первую очередь всегда надо обращать внимание на самого себя. Потому что это основа основ, как говорится, дети, они на нас смотрят как в зеркало. И они видят то, что они потом вынесут во взрослую жизнь. То есть таким образом нам нужно начинать, конечно же, в первую очередь самих себя. А дети уже будут подтягиваться к нам. Пропаганда традиционных семейных ценностей. Как считаете, дело государственной важности о том, что брак, союз мужчины и женщины теперь прописано в Конституции? Это великолепно, что это прописано в Конституции. И я считаю, это не просто дело государственной важности, это дело общественное даже. То есть чтобы все наше общество сознательно подходило к этому вопросу. На фоне того, как в мире звучат такие нотки вседозволенности, что существуют какие-то гендеры. Не существует этого ничего, никаких гендеров по факту. То есть есть пол мужской и женский. Господь сотворил только лишь мужчину и женщину. И никаких отклонений там Господь не допускал. Поэтому нужно с этим считаться. Как бы кто ни хотел, как бы что ни говорил, как бы не был кто-то против, всего лишь два пола в этом мире. А то, что есть, то какие-то проявляются девиации. Но это отклонение от нормы просто-напросто. И раньше это все прекрасно лечили. А сейчас почему-то это все возносится в культ, что это выражение, самое выражение какое-то такое, самоидентификация. Какая самоидентификация может быть, когда у человека явно какие-то могут быть психические расстройства? Это ни в коем случае этого нельзя делать. Обязательно нужно поддерживать традиционные, наши. Не то, что даже это традиционные. Это общечеловеческие ценности, которые присущи любой культуре на всем земном шаре. А как считаете, каких можно защитить? Сейчас же, да, вот какой зарубежный фильм включаешь, просто кругом вот эта мерзость. Даже мультики сейчас, да, далеко ходить надо. Ну, это опять же все должно выходить из семьи в первую очередь. Защита будет существовать только тогда, когда сами родители станут на границах своей семьи. Когда они будут следить за тем, что смотрит ребенок, с кем он общается, какие темы он мониторит в интернете, чем он вообще интересуется. Вообще, в свободное время, насколько его много и как он тратит это время. То есть, когда родители заняты этим вопросом, не просто пытаются обеспечить такие физиологические все потребности, чтобы ребенок наш выглядел не хуже, чем остальные в классе, да, чтобы у него были хорошие там брючки, рубашечки, кофточки и все остальное, да. Вот. Питание. Это все здорово, но это не первостепенно. Когда забывается духовное, нравственное, патриотическое воспитание, ну, мы знаем прекрасно на примере 90-х годов, когда после развала Советского Союза все стало дозволено, вот. А по факту люди стали брать от жизни все далеко не самое лучшее. Библия ясно и недвусмысленно дает нам понять о том, что жизнь человека начинается не с момента рождения, а с момента его зачатия. Да, все верно. А по роду службы приходилось ли вам когда-либо отговаривать женщин идти на страшный грех делать аборт? Да, было несколько случаев. Ну и вообще наш центр, наш храм, у нас такая одна из основных задач стоит, это оказание такой психологической поддержки, помощи, умение поддержать девушку в трудную ситуацию, такой какой-то в трудный момент, когда она на распутье. И если даже она уже приняла решение совершить этот страшный грех, будем вещи называть своими именами, это убийство, вот, то, конечно же, мы пытаемся прилагать все усилия к тому, чтобы сохранилась эта жизнь человека. Был случай, да, когда к нам пришла девушка очень взволнованная. Она была, ну, явно, скажем так, вот человек, знаете, вот не в себе. Она не может собой контролировать в это время, да, своим поведением. Как-то видно, что человек находится в очень стрессовом таком состоянии. Она пришла не одна, она пришла вместе с матерью, и сама она не хотела совершать аборт, но после консультации произошло такое вот, ну, беседа произошла с врачом, который настоял на том, чтобы она все-таки совершила аборт, в силу того, что УЗИ показало, скорее всего, что ребенок будет явно нездоровым. И она пришла в слезах, она просила просто вот о помощи, говорила, батюшка, я вот не хочу совершать, это моя первая беременность. Девушка прекрасно осознавала, что после аборта забеременеть второй раз шансы уже будут намного меньше. Вот, то есть риски какого-то, да, там, незачатия ребенка увеличатся, к сожалению. И она просила помощи, что, как быть, вот. Вот, в первую очередь, конечно же, да, надо человека успокоить и дать понять человеку, что у него есть время, и из любой ситуации всегда есть выход. Она пришла не одна, она была вместе с матерью, и мама уже за нее договаривала, рассказывала, говорила о том, что ей нужно было съездить на консультацию в Могилев, побыть там, должны были взять анализы из ребеночка, да, именно вот, когда он еще находится в отрубе матери, вот, на экспертизу генетическую. И она боялась тоже этого момента. Ну, я высказал такое мнение, если врач говорит, что нужно сдать эти анализы, да, съездить на консультацию, съездите, ничего в этом страшного нет, но вывод, все равно вы принимаете сами решение, вот. По факту она, конечно, никуда не поехала, как она потом уже призналась, и родилась у нее прекрасная девочка Мирослава, мы крестили ее в нашем храме, вот. Если бы люди все вот так, в таком порыве приходили к Богу, в чистоте такой сердечной своей, в искренности, и просили у Бога помощи, я думаю, многие вопросы бы у нас отошли далеко-далеко за горизонт. Хорошо, но вы привели пример, где человек хотел оставить ребенка, да, по медицинским показателям, там больше были вопросы. А как найти нужные слова, если женщина сама этого хочет? Вот зачастую же, да, почему женщины идут на такое, переживают, что не смогут там обеспечить ребенка, либо нежеланный был ребенок, да? Как в таком случае найти нужные слова? Ну, когда, например, ситуация в плане того, что тяжело обеспечить ребенка, это, я хочу сказать, в защиту от наших социальных программ, которые действуют в государстве, поддержка от государства сейчас очень такая существенная. То есть все, что есть, я думаю, при желании, когда человек не опускает руки и получая вот эту поддержку, финансовые вопросы тоже, они не становятся сильно уже такими главными. А когда это нежелательная беременность, ну, это даже, знаете, звучит как-то вот, я не знаю даже, как это назвать. Ну, так в обществе говорят. Да, нежелательную беременность. Когда мужчина и женщина делят ложи, они же должны понимать прекрасно, да, чем это может закончиться, вот. И когда хорошо, если это в браке происходит, а когда это просто какое-то сожительство, неузаконенное ни перед государством, ни перед Богом, вот. Это также мы называем грехом, вот. И вследствие, если получается так, что женщина понесла, но это тоже не повод для того, чтобы убивать в себе эту жизнь, вот. Если мы посмотрим, да, на ту же самую вот природу дикую, где у нас активисты, экологи всегда так за и рьяно выступают, борются за нее. Если мы обратим внимание на любое животное, когда мама, она беременна, да, вот. Пожалуйста, дикая рысь, к примеру, вот, там, медведица. Она приложит все силы к тому, чтобы, наоборот, выходить эту беременность, и чтобы на свет появились эти здоровые зверята, вот. Если животное понимает это, то человек, ходящий прямо линейный и сотворенный по образу и по подобию Божию, когда он принимает такое решение, ну, стоит задаться вопросом, в первую очередь, правильно ли я поступаю, вот. Конечно же, всякие бывают ситуации, и далеко не всегда, далеко не всегда женщины могут пойти там на такой вот страшный грех аборта по хорошему какому-то поводу. Здесь вступают в силу наши психологи, которые, слава богу, они вхожи в женские консультации, у нас налажено сотрудничество, подписаны программы соработничества между Министерством здравоохранения и Белорусской православной церковью. И мы имеем право, да, туда прийти. Психологи, они на той психологи, чтобы суметь даже не сколько отговорить от аборта, а именно вот оказать помощь этой, возможно, потерявшейся, дезориентированной девушке, которая находится в таких вот стесненных обстоятельствах. Может быть, просто рядышком с ней нет того человека, который мог бы дать ей мудрый совет в первую очередь, или она не чувствует какой-то поддержки. И вот в таком плане, конечно, здорово, когда девушка может сама прийти и поговорить, побеседовать. Но очень часто получается так, что вот наши психологи, они просто перехватывают вот девушек уже перед тем, как она может зайти в страшный вот этот кабинет для совершения этого действия. И, скажу сразу, далеко не всегда, но часто удавалось удержать, удержать, удержать человека от этого такого вот опасного поступка. Когда говорят о том, что вот, зачем рожать, вы обрекаете ребенка на какую-то беду, на несчастливую жизнь, а мы для чего тогда живем? Разве мы не можем подарить этому ребенку свою любовь? Разве этот ребенок съест от нас там, извините, там, на полбуханки хлеба мы обеднеем в день? Это глупо, когда говорят люди о том, что плодить нищету, извините, у нас по факту, да, нам нужно поднимать рождаемость. Ведь это на самом деле очень важно. Теографическая безопасность. Да, это на самом деле очень важно, когда в стране, во-первых, мало того, что сама страна многочисленная, да, и если мы прикладываем все усилия, чтобы это были действительно патриоты, чтобы это были нормальные, здоровые патриоты в нормальном понимании этого слова, которые смогут не только защитить свою семью, да, но и свою родину. Когда люди чувствуют вот эту обязанность перед собой стать на защиту своей родины. Причем я не говорю сейчас о том, что это должна быть какая-то обязательно война. Это та же самая вот форма проявления того, о чем мы с вами сейчас говорим, когда нас пытаются убедить в том, что человек может быть тем, кем он хочет. Но это же неправда. И здесь мы тоже должны стоять на защите нашей страны, нашего народа, в конце концов. Это очень важно. Анна из Бобруйска вышла замуж в 20. Спустя год родила первого ребенка, через пару лет появился второй. Но отношения с мужем трещали по швам. Вместо любви и заботы пришли ссоры и недопонимания. Девушка не выдержала и подала на развод. Гром среди и без того неясного неба прогремел, когда тест показал две полоски. Не совершить роковую ошибку помогли психологи. И уже сейчас Анна – мама пятерых детей. Не чудо ли? Когда я шла на аборт, я думала, что я не справлюсь. Но когда появляются дети, мне кажется, ради них появляются силы на все. Потому что ты боишься, чтобы он не был голенький, не был голодненький. Хочется, чтобы он не хуже других деток. Сделать осознанный выбор в пользу жизни. Женщинам помогают Слово Божье и психологическая поддержка. Каждой будущей маме здесь индивидуальный подход. Если заповедь «не убей», «не отрезвляет», на помощь приходят тактильные ощущения. С помощью моделей эмбрионов женщин, которые сомневаются, оставить малыша или нет, призывают к разуму. Сопровождают и после родов, помогают им встать на ноги. Полностью мы проходим с ними медицинские обследования. Смотрим состояние их здоровья, состояние здоровья их детей. И женщина находится в период такой реабилитации. Мы ее окружаем теплом, заботой, любовью, чтобы она поняла, что она не одна. И из любой ситуации, конечно же, есть выход. Мы делаем такое общее дело, большое, которое спасает на самом деле и жизни детей, и жизни семей. Это очень важно, потому что все это одно целое, и в совокупности есть государство. Многие беременные, которые хорошо знают своего участкового кушер-гинеколога, даже после первого посещения уже готовы сохранить беременность. В центре оказывают помощь всем – женщинам и словам, и делам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, что бы там ни было. Кристина Терентьева пару месяцев назад осталась без крыши над головой. Маме двоих детей дали кровь, еду и необходимые вещи. Все на безвозмездной основе. У меня нет собственного жилья. Муж у меня под следствием негде проживать. Поэтому обратилась я в центр покрова. Мне предоставили комнату, ну, чтобы на время жить с детьми. Также сама покрова мне помогает, с одеждой, ну, все, что нужно для детей. Ну, и для меня в том числе. Помогли даже походотайствовать, чтобы мне предоставили какое-то жилье. Центр проводит семинары, форумы, открытые диалоговые площадки для молодежи и взаимодействует с учреждениями здравоохранения в семи белорусских городах. В результате серьезной комплексной работы и тесного сотрудничества Бобровского роддома, женской консультации и покровов, за 11 лет от аборта спасено 932 малыша. В среднем 84 ребенка в год получают бесценный шанс на жизнь. И это дорогого стоит. Каждый раз, беря ребенка на руки, всегда говорю, Господи, слава тебе. Сколько в семье должно быть детей? Сколько Господь благословит, пусть столько и будет. Я считаю, самый главный вклад – это пример, собственный пример. Раньше как-то в вопросе воспитания детей почему-то делали акцент именно на маму. Я мужчина, я глава нея. Это очень здорово, иметь троих сыновей. Слово «патриотизм», если его перевести «патр» с латинского, это «отец». Что можно посоветовать теми семьям, которые сейчас, может быть, находятся на грани развода? Это история стара, как мир. Подать на развод – дело нехитрое. Супружеская измена – это самый страшный грех. Наше поведение, особенно в присутствии детей, это в будущем закладывает фундамент счастья и любит тишину. В Беларуси вот уже два года празднуют День Отца, да, такой новый праздник. Раньше как-то в вопросе воспитания детей почему-то делали акцент именно на маму. В обществе так было принято, да? Мама дарит любовь. Да, сейчас же как-то вот спрос уравнялся, да, и отец и мама, ну, они на равных. Я считаю, что это очень важно на самом деле. Это прекрасно. Как вы считаете? Это здорово. Понимаете, когда мы говорим о святости материнства и о святости отцовства, мы ни в коем случае не умоляем величину подвига одного и подвига второго. Когда прихожу на беседы, на встречи с молодежью, и когда становится вот этот вопрос – а кто главнее в семье, папа или мама? Когда мы начинаем с ними беседовать об этом, я всегда стараюсь их подвести к той мысли, что по факту никто не главный, просто у каждого своя функция. И перевожу самый простой пример. Ну, функция листика, она никогда не сравнится с функцией корня. Точно так же и наоборот. Если они поменяются местами, дерево просто-напросто погибнет. Оно потеряет свои жизненные силы. То же самое и в семье. Когда мать и отец заняты своими непосредственными обязанностями, при этом воспитывать детей должны оба родителя. Не только это перекладывается на плечи отца или матери, а это обоюдный процесс воспитания детей, тогда, как говорится, наступает счастье. А когда все как-то делается так, спустя рукава, и начинаются взаимные упреки – а почему я, а почему не ты? И начинаются вот эти споры бесконечные – я мужчина, я главнее, а я женщина, ты мне должен любить и больше уважать. То есть, заметьте, вот эти правильные слова, как они могут быть сказаны не вовремя, а не к месту. Причем сказать так можно их, что этими словами можно ударить человека. Поэтому нужно, конечно, понимать, что, слава Богу, что у нас появился такой вот праздник отцовства, это великолепно. День отца – это очень хорошо, это очень здорово. Тем более, когда мы с вами говорим о том, кто должен заниматься воспитанием тех же мальчиков, когда ребенок, выходя из-под маминого крыла, да, мамы заканчивается декретный отпуск, ребенка ведут в садик, где его встречает кто? Воспитатель, женщина, воспитатель. Слово мужского рода – женщина. И нянечка. После уже детского сада он переходит в первый класс, очень, наверное, процентов 99. Кто встречает его? Женщина, женщина. Приходим в институт. И когда он уже попадает в армию, парень, да, он привык, что везде им командует женщина, да, даже не то, что командует, а учит его жизни. А чтобы у нас наши все-таки мужчины тоже включались в этот процесс. Я думаю, это тоже один из таких важных аспектов, почему государство и сделало вот этот день отца. То есть показать значимость, насколько это важно, чтобы мужчины почувствовали на себе вот эту ответственность воспитания детей. Если этого нет, когда мужчина все перекладывает на хрупкие женские плечи, женщина будет себя чувствовать некомфортно, неуютно. Она будет задаваться все чаще вопросом «А с кем я живу?». Потом начинаются рушиться браки. От этого страдает страна тоже. Опять же, в целом все оказываются в проигрыше. И дети потом растут без отца, недолюбленные. Какую любовь потом они сами смогут подарить? Поэтому я думаю, это великолепно, что вот подчеркивают государство и церковь всегда об этом говорила. Даже слово «патриотизм», если его перевести «patra» с латинского, это «отец». То есть, да, воспитать отцовскую такую вот любовь и передать ее сыну к своей семье, к своей матери, к родителям, к старшим, к своим преподавателям, наставникам, к своей стране. Возвращаясь к вопросу демографической безопасности, как считаете, сколько в семье должно быть детей? Понятно, что нет какой-то формулы, но все же ваше мнение. Ну, конечно же, чем больше, тем лучше. Еще раз повторюсь, государство сейчас делает многое для того, чтобы семьи у нас были многодетными. Насколько это поощряется государством, это очень великолепно. Я просто не знаю другой какой-то такой вот страны, особо, может быть, не задавался целью, но, думаю, вряд ли найдем другую страну, где будут такие вот условия для поддержания многодетных семей. Когда это на законодательном уровне закреплено, я даже не могу сказать, вот, ну, где еще мы можем такой пример привести. А по поводу того количества детей, сколько Господь благословит, пусть столько и будет. Когда люди говорят о том, что вот, там ребенок будет недоедать, товарищи, ну, это будет сейчас звучать как-то, наверное, даже смешно. Счастья много не бывает. Елена и Дмитрий Куксик знают это, как никто другой. У них два сыночка и две лапочки дочки. Заботливые родители души нещают в своих детях. С улыбкой на лице признаются, большая семья – это великая радость. Главное – любить и поддерживать друг друга. Воспитывать маленьких непосед – сложная, но самая важная работа. Я считаю, самый главный вклад – это пример, собственный пример. Когда-то вырастут и вспомнят, что, ну, а как жили наши родители, да? Все-таки преемственность поколения должна быть. Для меня это большое счастье, потому что я вижу в них, ну, свою силу, свое продолжение. Мои дети меня радуют. Мне очень приятно, когда у них что-то получается, их успехи, достижения. Мне приятно ходить на родительское собрание, потому что, слава Богу, о своих детях я слышу только хорошее. В Бобруйске проживает свыше 2400 многодетных. Для них предусмотрены приятные бонусы. Пожалуй, главная – программа «Семейный капитал». Размер единовременной выплаты от государства – 29 950 рублей. Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий, образования и медуслуги. На 1 октября 2023 в стране открыто свыше 130 тысяч депозитных счетов. Для назначения семейного капитала в семье необходимо обратиться в службу «Одно окно» администрации Первомайского района, либо Ленинского, в зависимости от регистрации. За рождение первого малыша государство выплачивает 3644 рубля, на второго и последующего – свыше пяти. Также для мам предусмотрен трехлетний отпуск по уходу за ребенком. Каждый месяц за первенца начисляют более 650 рублей, за второго и последующих – 744. Плюс оказывается адресная социальная помощь. Многодетным предоставляют скидки. К слову, на днях три бобруйчанки и жительницы района удостоены Ордена Матери. Государство поддерживает нас. У нас бесплатное питание в школе. 50% – когда детки ходили в садик, у нас была 50% льгота на питание. У нас 50% учебники мы оплачиваем. Ребенок до двух лет получает бесплатное питание, социальную помощь. Вместо мамы в трехлетний отпуск по уходу за ребенком может отправиться глава семейства. Также отцам полагается и 14 отпускных дней в течение шести месяцев после рождения малыша. А до исполнения пяти лет – сохранение рабочего места. Плюс гибкий график, гарантии льготы в сфере образования и здравоохранения, поддержка при строительстве жилья. Это очень здорово – иметь троих сыновей и двигаться за ними все вперед и вперед, показывать им что-то новое, то есть преподносить что-то им интересное, чтобы они это умели в жизни воплотить в свою мечту и делать так, как показывает папа, и гордиться этим. Беларусь занимает 25 место в рейтинге государств, благоприятных для рождения малышей. Всего в списке 179 позиций. Среди стран СНГ – наша республика на первом месте. Это относится как к охране материнства и детства, так и к тому социальному пакету льгот и гарантий, который сопровождает появление ребенка. Муж и жена, они должны понимать прекрасно, что в первую очередь в семье они друг для друга. А дети, не значит, что дети там должны быть где-то в сторонке, но в первую очередь внимание у жены должно быть направлено на супруга, а у мужа на свою дорожайшую половинку. И когда дети будут видеть счастливые глаза отца и матери, дети сами будут счастливы тоже. Это очень важно. А вы с супругой планировали многодетную семью? Мы никогда не ставили вопрос о том, что мы будем многодетной семьей или не будем. Вы знаете, я как отец всегда считал, что будет. Я хотел намного больше детей, да. Даже трое детей, я понимаю, что это не самый такой минимум должен быть. Особенно в священнической семье, когда вот мы же знаем прекрасно, что очень большой процент многодетных семей – это семьи священников. Но у нас с матушкой в силу того, что мы изначально, мы верующие люди, и для нас слово аборт – это табу, это запретная тема. Мы с матушкой планировали, чтобы было хотя бы трое минимум. То есть вот в таком плане, да. Думали об этом, вот. Ну опять же, да, придерживались той мысли. Благословит Господь, зачнется ребенок, мы будем только рады и счастливы. Ну пока трое. Слава Богу за все. Я знаю, что у вас вот третий ребенок был долгожданным. Да, наша Мария, наша замечательная доча Мария, да, 9 лет у нас с матушкой. Мы как-то, мы стремились к тому, чтобы вот еще появился ребенок у нас. Но как-то Господь не благословлял все это время. И когда меня рукоположил наш владыка Серафим в 2020 году и определил на служение вот в этом храме, мы познакомились с этой иконой, которая вот находится в нашем храме, икона Пресвятой Богородицы Млекопитательницы. Мы стали молиться с матушкой. На протяжении года, наверное, мы вот молились, просили Царицу Небесную благословить нас еще одним ребенком. И да, у нас так вот получилось, что в прошлом году, вот, 21 июня, у нас на свет появилась Мария. Вот ровно через месяц наш владыка Серафим крестил ее в нашем храме. Какие лично вот у вас были эмоции, да, 9 лет вы молились, да, просили, пришел ответ на молитву. Вот помните этот день? Можете вы описать? Да, да, матушка, когда матушка утром сказала о том, что она беременна, вот. Вот, конечно же, это была большая радость. И я не скажу, что там, да, мы прыгали там от радости, от счастья, вот. Но на лицах у нас все было и так написано. Ну, уже проживши в браке достаточно долгое время, вот. Ты уже человека, свою супругу, ты чувствуешь ее банально, вот, вот, уезжая на сессию даже куда-то, когда учился в семинарии, нас там разделяло, там, 700 километров, грубо говоря, вот. Нахожусь на сессии, чувствую, что в душе что-то вот, что-то тебя беспокоит. Звонишь, ну вот, немножко приболела там температура, да. Либо она также меня чувствует. Вот. И здесь, в этой ситуации, то же самое, когда матушка сказала, что она беременна, ну, знаете, слов не нужно было. Говорили глаза, глаза ее, мои глаза, я думаю, тоже. Вот. Это, конечно же, такое, знаете, радость бывает громкая, а у нас была именно вот эта тихая такая спокойная радость. Вот. И, конечно же, благодарение Богу в первую очередь. Это вымоленный ребенок у нас на самом деле. И Господь вот благословил этим чадом. Да, даже сейчас, вот ее уже годик и четыре, да, годик и пять, грубо говоря, вот скоро будет, ты берешь эту красотку на руки, играешься с ней, вот, где она где-нибудь там себе позволяет покапризничать. И ты просто вспоминаешь, как это вот все было, когда мы хотели этого ребенка. И вот это совершилось. Каждый раз, беря ребенка на руки, всегда говорю, Господи, слава тебе. Да, это правда. А сколько старше вашего? Наша старшая дочь Ксения, ей уже 17 лет. Она является студенткой нашего Минского университета культуры. Она учится на режиссера театра. Вот. Средний сын Иван, вот, он у нас в шестом классе учится. Вот. Замечательный парень. Скоро 12 лет ему будет, вот, в феврале. Вот. Ну и Марийка, да. Такие дети, конечно, каждый со своим характером, каждый со своим видением жизни, вот. Свои желания, свои интересы, увлечения. Причем очень часто думают, что дети священника — это какие-то такие, знаете, зашоренные дети, которые растут в строгости, в такой прям вот, в приказном таком тоне. Вот. Нет, мы абсолютно прекрасно понимаем, что строгость должна быть. Без нее никак нельзя. Даже, наверное, не сколько строгость, а именно дисциплина. Когда она есть в семье, тогда это действительно вот... Ты видишь отдачу, наверное, тех сил, которые ты вкладываешь в ребенка. Но, опять же, нельзя со счетов сбрасывать то, чего хочет ребенок. Самое главное, когда ребенок с тобой делится своими желаниями, своими видениями. Мы абсолютно с матушкой не были против, когда дочь сказала, что хочет идти вот в университет культуры. Казалось бы, да, ну, священник, да, а дочь у него будет режиссером. Даже в этой профессии можно нести светлое, доброе, чистое, делать какие-то хорошие постановки, которые будут служить, опять же, на пользу людям, наталкивать их на светлые мысли. И так можно поступать во всем. Неважно, там, режиссер, водитель, да, вот, как есть анекдот. Нужно водить так, чтобы, да, все люди молились. Вот. Ну, конечно, это такая шутка. На самом деле, всякое дело, когда человек совершает с осознанием того, что он, от его деятельности останется след, он должен понимать, какой это след будет, с каким знаком, плюс или минус. Должен прилагать к этому все свои усилия человек к тому, чтобы там был как можно больший знак плюс. Хорошо. А что можно посоветовать теми семьями, которые сейчас, может быть, находятся на грани вот развода, да? Ну, на грани развода, вы знаете, это история стара, как мир, к сожалению, когда людей начинают терзать какие-то такие моменты достаточно неприятные, неважно, какая это причина, да. Вот в церкви, в принципе, несколько всего причин, кстати, вот на заметку, да, для людей, чтобы они понимали, когда может быть действительно вот развод, который за собой не повлечет греха для того, кто хочет развестись. К примеру, это супружеская измена, это самый страшный грех в семье, я так считаю, потому что боль от нанесенной вот этой раны, ну, она может не пройти до самой смерти, к сожалению. Это бывает так. Общаясь с людьми, выслушивая человеческие вот исповеди, когда человек делится, у кого-то, может быть, эта обида сидеть вот очень долго. Либо, когда человек находится в немняемом состоянии, да, когда человек теряет рассудок, и медицинские работники признают этого человека недееспособным, к примеру, да. Либо, когда человек болен неизлечимой болезнью. Это тоже вот прописано, значит, в нашем таком документе Русской Православной Церкви. И там четко это все определено. Либо, когда человек, например, находится в длительном заключении, когда человек подпадает под ответственность уголовную. Вот. Это тоже может служить причиной для расторжения брака. Но если вот стоит такой вопрос, да, о том, что, не знаю, там, на бытовых уровнях нет какой-то терпимости. Ну, когда вы создавали семью, когда вы начинали вместе жить, неужели у вас все изначально было так вот гладко и хорошо, а потом это со временем к этому пришло, что у вас начались появляться какие-то проблемы. Нужно все-таки немножко проанализировать, отмотать свою жизнь назад, посмотреть, может быть, я в чем-то был неправ. Либо, да, вот женщина, если была в чем-то неправа. Очень часто происходят такие проблемы, к сожалению, когда никто из сторон не хочет уступать друг другу. Каждый видит только свою правоту, при этом не хочет слышать свою вторую половинку. К сожалению, как это часто бывает. Подать на развод – дело нехитрое. Это дело буквально там одного дня. Суд одобрит, стук, удар, все, вы разведены. Ну и все разрушено. Разрушено то, что создавалось годами. От этого больно, от этого печально. Нужно от этого отходить. Вы много говорили о взаимоотношении супругов, да, и давайте напоследок о взаимоотношении детей по отношению к родителям. Какой-то, может быть, совет дадим? Ну, совет. Самый такой универсальный совет, который, я думаю, он актуален во все времена и будет так актуален. Это, в первую очередь, проявлять детям послушание к своим родителям и к старшим. Те, от которых зависит их процесс обучения, их процесс социализации. Когда родители видят послушных детей, то сердце родительское, да, оно радуется от этого. Ведь насколько приятно, когда ребенок послушный и материнское благословение, да, оно от всего сердца тогда изливается на этого ребенка. Но когда дети начинают, как говорят в народе, варить воду, да, заниматься такими вот вещами, вот, понятно, у них может происходить переход на этот возраст, гормоны перестраиваются, они становятся более взрослыми, да, уже детство отходит, они переходят в фазу отрочества, потом юности, вот. Вот, но вы же все равно остаетесь детьми. И мы все остаемся детьми. И сколько бы нам не было бы лет, 80 лет человеку 90, он на своего ребенка, 60-летнего, он будет смотреть, как на ребенка. Этого никуда не деть, этого со счетов нельзя сбросить. Вот, поэтому мы все умнеем, но, к сожалению, умнеем задним числом, когда уже проходит время, когда мы с высоты прожитых лет можем назад оглянуться, «А, так вот о чем папа с мамой говорили», начинают происходить вот эти догадки. Когда ты пытаешься ребенку что-то донести, объяснить, ну, тут, как говорится, 50 на 50, услышит он тебя или не услышит, но опять же, каким тоном ты это все скажешь. Хотелось бы детям пожелать, чтобы все-таки они прислушивались к своим родителям, имели уважение. Каким бы ни был там папа или мама, что бы ни происходило в семье, только уже за одно то, что Господь благословил тебя прийти в этот мир через этих людей, уже это обязывает тебя к почтению этих людей. Ну, а родителям хотелось бы тоже напомнить, что наше поведение, особенно в присутствии детей, это в будущем закладывает фундамент того, какие дети будут наши с вами и какие семьи они создадут. Когда, я же говорю, ребенок видит счастливые глаза матери, любящий голос отца, то, поверьте, все вот эти богатства, все золото мира, оно померкнет на фоне той любви, которую могут дать детям счастливые родители. Вот и все. Во всем должны быть выстроены правильные приоритеты. Почтение супругов друг к другу, никаких скандалов. Если вы хотите о чем-то поговорить, выяснить отношения, делать это ни в коем случае, даже не дома, не в присутствии детей. Выйдите на природу, поговорите, выясните свои отношения, выскажите какие-то претензии свои. Но опять же, чтобы это не перерастало в крик и в ссоры, а чтобы на самом деле это происходило, да, в такой вот спокойной, рассудительной обстановке. Когда человек беседует, когда он проговаривает свои видения, свои проблемы, собеседник ведь его слышит. Но опять же, да, в процессе беседы все станет ясно, что тебе нужно, чего ты хочешь. Вот и все. Поэтому при детях никогда никаких выяснений своих отношений, чтобы это была действительно такая тишина в семье. Счастье любит тишину. Не зря существует такая поговорка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!